Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Страна Дори. Прокопий Кесарийский, современник и придворный Юстиниана I, строитель его военных укоплений, оставил известие о том, что на побережье между Боспором и Херсоном были построены две крепости Алустон, современная Лушта, и Гурзувитах, Гурзув. Юстиниан заключил и военный союз с обитателями некой страны или области Дории, находившейся тут же, между Херсоном и Боспором, и помог им воздвигнуть длинные стены, перегораживавшие проходы в эту страну. Лаконичное свидетельство Прокопия претерпел ряд толкований, настолько исказивших его понимание и запутавших весьма важный для истории средневекового Крыма вопрос о местонахождении Дории, что нам приходится остановиться на нем подробнее. В 30-х годах 19-го столетия два автора, известный исследователь древности Крыма Петр Кеппин и швейцарский путешественник Дюбуа Деймон Пере, независимо друг от друга, выдвинули две разные гипотезы о местоположении страны Дории. Первый строго придерживался смысла слов Прокопия и подкреплял их фактом существования на перевалах Горного Крыма остатков древних заградительных стен. Второй придавал тому же свидетельству весьма расширительный смысл и предположил, без достаточных оснований, не являются ли длинными стенами Прокопия те укрепления, в том числе и так называемые пещерные города, которые он осматривал в поездках по юго-западному предгорью между Бахчисараем и Севастополем. При этом и загадочная страна Дории, естественно, должна была попасть туда же. Кроме стен на перевалах, Кеппин прослеживал еще две линии крепостей, одну в юго-западном предгорье, те самые городища, с которыми столкнулся Дюбуа Девенпере, вторую на южном побережье. Кеппин не располагал данными, необходимыми для датировки этих укреплений. Лишь в результате современных археологических исследований стало ясно, что предгорная линия укреплений состоит из разновременных городищ, замков и монастырей, не связанных ни в какую систему, и выросших независимо от Херсона и Византии. Южнобережная просто не существует. В действительности здесь две группы укреплений. Одни, в большинстве возникшие не ранее IX века, стоят у самого моря, а другие, более поздние, отступают от него к северу. Ко времени же Юстиняна I и Прокопия, середина VI века, относятся лишь две из прибрежных крепостей, Алуштинская и Гурзувская. В конце XIX века и первой половины XX века в трудах целого ряда авторов рассматривается вопрос о местоположении страны Дории. Однако эти труды, к сожалению, носили кабинетный характер, без достаточного археологического исследования горных и южнобережных памятников, без учета топографии и географических условий полуострова. Юго-западное предгорье с отдельными горами-останцами, на которых расположены пещерные города, постепенно из книги в книгу стала превращаться в сплошные горы, а главная горная гряда с ее памятниками как бы перестала существовать. Входы в широкие долины рек стали абстрактно восприниматься как горные проходы. По отношению к местности восточнее Херсона, между современным Севастополем и Бахчисараем, стал неправильно применяться термин «на горья». Все это привело, прежде всего, к непониманию Кепина. Его три линии и укрепления были смешаны в одном. Поскольку же между ним и Дюбуа Димон Пере в свое время никакой полемики не разгорелось, теперь стало казаться, что ссылками на Кепина можно подкрепить точку зрения Дюбуа. Подобное недоразумение повлекло за собой целый ряд неверных исторических построений, касающихся и более поздних периодов истории средневекового Крыма. Именно таким путем, через переходившее из одного труда в другое отозвесление длинных стен Прокопия с пещерными городами и превращение последних в мнимую византийскую заградительную линию вокруг Херсона, Екобсон, повторяя ошибки своих предшественников, пришел к неправильной локализации страны Дори в районе Мангупа и Эски-Кермена. Однако в той же книге, как и в некоторых своих статьях, он под давлением фактов, скрытых многолетними полевыми исследованиями целой группы археологов, вынужден был, противоречив самому себе, отказаться от основного для его концепции положения, что всю Еремская крепость, Мангуп, Эски-Кермен, Чуфот-Кале и прочие якобы являются длинными стенами Прокопия. Вопрос о том, где же эти стены находились и что собой представляли, Екобсон оставил открытым. Но это, разумеется, не может спасти необоснованную локализацию страны Дори в юго-западном предгорье. Точка зрения Кепина, по которой страна Дори находится на южных склонах главной горной гряды, вполне согласуется со свидетельством византийского писателя и подкрепляется данными археологических разведок, проведенных за последние 10 лет. Природные условия местности, ее топография, характер археологических памятников без натяжек совпадают с описанием Прокопия. На всех перевалах главной гряды к морю, как можно убедиться воучию, реально существуют остатки длинных стен. Это нечто вроде гигантских заборов поперек перевалов. Их концы примыкают к непроходимым скалистым кручим и обрывам. Некоторые из таких искусственных преград, в зависимости от конфигурации перевалов, состояли из нескольких подобных сооружений. Если учесть, что в средние века не было дорог, какие созданы теперь, то стены эти являлись серьезным препятствием и действительно могли представлять собой систематическим образом устроенную оборону южного берега Крыма. Немногочисленные обломки керамики, найденные в развальных древних стен, позволяют датировать их лишь приблизительно временем не позже X века. Ведь возле стен на перевалах никто не жил, и поэтому с ними не связано никаких культурных отложений. Но рассуждая логически, мы можем предположить, что сами стены относятся к VI веку. Во-первых, они явно оборонительного характера. Во-вторых, налицо следы ранневизантийской строительной техники. В-третьих, и это главное, они появились при такой исторической ситуации, которая сложилась лишь в то время и более не повторялась. Мы поэтому уделили место освещению полемики вокруг страны Дори, что этот вопрос является одним из кроугольных для истории всего Крымского Средневековья. Ведь по свидетельству того же Прокопия, Дори была заселена так называемыми Готами, а это, несомненно, перекликается с тем названием Готия, под которым Средневековая Таврика фигурирует в ряде других источников. На прибрежной полосе между судаком и балаклавой в разное время археологи изучали Средневековые могильники. Некоторые из них относятся к какому-либо одному времени, другие содержат захоронения нескольких исторических периодов. Среди них выделяются погребения с вещами так называемого Готского стиля. Если в других местах Крыма можно проследить ранние фазы развития этого стиля, то на Южном берегу он предстает в зрелом виде, свойственным вещам 5-6 столетий, в частности золотым, серебряным с позолотой или бронзовым фибулом, застежкам и пряжкам с изображением хищных птиц, смей, которые по верованиям того времени оберегали от нечистой силы. Эти вещи украшены разноцветными вставками из драгоценных камней, с аликатной пастой или пластинками стекла. Интересно, что подобные находки сосредоточены не на восточном отрезке указанной береговой полосы, как можно было бы ожидать, ввиду его большей близости к Глобоспору, одному из очагов формирования Готского стиля, а посреди южного побережья, между Семеизом и Аюдагом, в основном возле гур Суфа, Су-Ксу-Артек. В юго-западном предгоре некоторых могильников, Бакла, Чуфут-Кале и другие, тоже дают ряд вещей, представляющих псевдогодский стиль, опять-таки в зрелом виде. Появление подобных вещей, как и некоторых погребальных обрядов, захоронения в колодах, обкладка могил плитами и тому подобное, в юго-западном предгорье и на южном побережье нельзя не связать с появлением и частичным оседанием в Крыму, так называемых Готов. Под натисков гуннов могло произойти перемещение части этого нового населения предгорье на южном побережье. Художественный стиль и другие элементы культуры, занесенные сюда потоком пришельцев, стали тут преобладающими, укоренились и в дальнейшем оказались надолго, хотя и номинально, связанными с представлением о Готах, как о якобы основном элементе смешанного населения юго-западного предгорье, гор и южного берега Крыма. Не этим ли объясняется, что Прокопий в VI веке видит Готов в обитателях южного побережья, дружественных в Византии и враждебных ее недругам? Не по тому ли ко всей южной Тафрике, включая юго-западное предгорье, на века пристает название Готия? Свидетельство Прокопия, несмотря на всю его краткость, позволяет догадываться о многих сторонах жизни южного побережья в VI веке. Перед нами встает картина родоплеменного строя, устойчивых патриархальных отношений, примитивного земледелия и полувоенного быта тех, кого Прокопий именует Готами. Продолжение следует...